Вот 10 апреля 2021 года, вот, жилье непригодное, но мы не попадаем никуда. Еще в июне мои коллеги побывали в рабочем поселке по просьбе жителей 20-го дома на улице Советская и 30-го дома на улице Калинина. Эти дома уже несколько лет, как признаны аварийными. Причем жителям с Советской предлагают перебраться в местное общежитие, имеющее в поселке дурную славу. Лариса Карпухина отказывается перевозить младшего сына в условия, как она утверждает, еще более опасные. Однако из официального ответа от администрации Александровского района мы выяснили, что Ларисе и ее семье предлагалась однокомнатная квартира на улице Юнатов-1. А также выделялись средства для ремонта данного помещения. Мы связались с женщиной, чтобы узнать, почему она до сих пор не переехала в новое жилье. Холодное, там убрали, во-первых, пристрой, там был пристрой. Как заходишь, вот, как будто верандочка такая, заходишь в эту верандочку, проходишь, там дверь. Дверь открываешь, и сразу комната. Сразу комната. Там и спальня, там все. И зал, и все-все-все. Потом дальше идешь, там ванна, туалет, и маленько туда вот влево, там маленькая кухонка, комнатушка. Все. Что это за квартира? Кроме того, женщина переживает, что согласившись переехать сейчас в маленькую муниципальную квартирку, она потеряет свое место в очереди на квартиру в будущей новостройке. Напомним, семью Ларисы обещают переселить в 2026 году. К слову, у ее соседки Татьяны Силиной, по словам чиновников, квартирный вопрос также сдвинулся с мертвой точки. Из официального ответа мы узнали, что на данный момент составлена смета на ремонт ее жилья. Решение о принятии этой сметы будет известно в заседании Думы 24 августа. А это уже конец лета, скоро холода, осетует Татьяна. Его все ждем в ожидании, а землет это недолго же. Быстренько раз-раз и все. Без печки-то вы зимой вообще с ума сойдете же. Так мы сходили вот эту зиму без печки без этой, просто мы замерзали. Работает только та, которая на кухне. Да. Вот мы сидим ее, день и ночь мы ее кочегарили по очереди. Он поспит, я топлю. Также в одном из пабликов поселка появилась информация о том, что администрация Александровского округа объявила о закупке квартир для расселения граждан из аварийного жилья. Эту информацию нам подтвердила и глава Александровского района Ольга Лаврова. Однако Ольга Эдуардовна поделилась с нами, что риэлторы поселка тут же подняли цены на квартиры почти в два раза. Сергей Стерхов, Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев. Наши новости.